Я сама не справлюсь, понимаете? Я же вижу, что нужны деньги. Снаружи надо делать еще. Фундамент у меня на глине сделан, его надо как-то укреплять. Александра Ивановна Стрельбицкая устала бороться в одиночку, будто пришла за помощью главы района Анатолию Разумееву. Дело в том, что 7 июля два ее дома оказались в зоне затопления. Муж спустя некоторое время после наводнения умер, так и не получив положенной компенсации. С тех пор все и началось. На ремонт жилья денег не хватает, а на те, что выделили на супругу, как говорят специалисты, Александра Ивановна права не имеет. Пришла в соцзащиту, там, получается, стоят женщины. Говорят, вот бедный дедушка, три дня не дожил, 11, а ему были деньги перечислены. Теперь у меня вообще 7 тысяч пенсий, с чего я буду ремонтировать, не знаю. Нечем, у меня ни одежи нет. Вот, спасибо, зима теплая, я хожу в этой куртке и все. Как выяснилось, деньги мужа при его жизни были зачислены, но тогда в наличии не было средств. Да и какое жилье ремонтировать Стрельбицким, специалисты решили без согласия хозяйки. По принципу, меньше лучше. Решить проблему незамедлительно. Такую команду дает Анатолий Разумеев. Вина-то не их, что не было денег. Вина-то наших, что не было денег. Они имели законное право. Елизавета Келези, депутата молдаванского сельского поселения, на прием к главе делегировали односельчане. Она говорила о недовлетворительной работе почты, о ремонте дорог и о помощи ветеранам. Вопросы народной избранницы будут решены в ближайшее время. А Вячеслав Гаврилову Анатолий Разумееву впервые. «Зачем заставляли меня платить еще раз? Я заплатил, мне сделали еще раз». То ли бюрократия, то ли невнимательность чиновников затянула Гаврилову процесс оформления документов. Теперь их сделают в самые короткие сроки. Такое распоряжение специалистам дает глава. Из-за чью-то ошибку, автора которой выяснят позже, приносит свои извинения за хождение по мукам. «Вячеслав Гаврилович, примите, если сможете, наши извинения. Завтра я постановление подпишу и дальше начинайте продолжать оформление». Людмила Бабина – жена ветерана Великой Отечественной войны. В стенах районной администрации она частый гость. Ее дом по улице Лагерная после наводнения признан аварийным, а вот жильем она никак не определится. Все, что предлагает власть Бабиной, не нравится. То район, говорит, не тот, то комнат мало. При каждой встрече Людмила Ивановна меняет свое желание. Вот и в этот раз, казалось бы, выполнили все, что она просила, а нет. «А я сейчас хочу сертификат уже, я не хочу». «Двухкомнатная квартира была устроена, 67 квадратных метров. Там будет скоро детский сад в этом году. Там будет офис врачей общей практики, банк, почта, вся инфраструктура социальная, инженерная. Да туда поедут с удовольствием и с радостью жить. Не понравится где-то что-то, но я уверен, понравится. Не понравится, как крайний случай. Поменяли, отдали, продали и так далее». С трудом, но Бабину уговорили посмотреть квартиру. «Все, и сегодня поедете, посмотрите. А я вам обещаю, мы вам туда поставим мебель и телевизор, и все, весь набор бытовой техники, как ветераны в Лиге Отечественной. В этот день на прием к главе пришли около 30 человек. Ни одна просьба и проблема не остались без внимания. Те, что не решались на месте, брались на карандаш. И уже в ближайшее время жители Крымского района получат на них ответ.